Мы остановились на целом. После умножения идет сразу целое. Целое определяется, оно задается тем, что мыслящая форма создает себя мыслящей. Сознает себя причиной чувства. Сложение и умножение. Мысленная форма уже отличает себя от чувства. Но это отличение заключается в том, что мысленная форма делает чувства своим предметом. И то, что знает в операции сложения и умножения мысль, это движение чувства. При переходе к целому, поэтому заключается в том, что мысль осознает себя как мысль. Тем самым устанавливаются устойчивые границы целых. Если умножение единицы мыслится вместе, сразу два, сразу три, сразу четыре. Но тоже мыслится вместе. Но это совместность не является устойчивой. Умножение существует до тех, пока мы увеличиваем... Увеличиваем эту совместность. Сразу два, сразу три, сразу четыре. То есть все время снимаем. Граница не является устойчивой. Сразу три, сразу три, просто исчезнет. Если мы не будем совершать действия, сразу четыре и так далее. В целом же, когда мысль осознает себя причиной чувства, граница становится устойчивой. То есть мысль осознает, что она является причиной целого. То есть причиной совместного существования единства. Но единицы эти, так же как и умножение, остаются пустыми. Одинаковые. Это большая чувства не достойность, где ничего больше обойти внизу не можем, кроме того, что это большая чувства не достойность. Они являются одинаковыми. И как мы с вами в прошлый раз говорили, одновременно вместе мыслить одинаковыми в части нельзя. А различие оказывается только тем, что мы совершаем переход от части в части. А почему у них двоих разнообразных исключений? Ну, наверное, мыслить множество одинаковых элементов невозможно. Они одинаковые. Чтобы они могли бы мыслить одновременно, они должны быть разные. Иначе не получается множество. Но они в некотором смысле разные, потому что они были там следующими, большими и так далее. А различные? То есть между собой они как-то ведь... А мыслить их одновременно, но различные положения в пространстве можно? Ну, именно они просто разные. Значит, надо вместе в пространстве. Это одно и то же. Но вместе мыслить множество неразвлеченных. Не отличный друг от того километра. Идем все это не есть. А куда делать все их развлеченности? Потому что они же еще раз были. Они же были большими, следующими, следующими точками. А они были в счете. А в операциях они стали рядом друг с другом. И сразу два, сразу два, сразу два. И сразу три, сразу четыре. Четыре совершенно одинаковые. Никакой разницы нет. То есть разница между сразу три и сразу четыре. Это разница есть в умножении. А между... А, да. Ну так вот вы для чего? Между участвующими. Физики и полы. Они же, например, в физике, они только занимаются, что мыслить принципиально не в различимых частицах. Все элементарные частицы, в отличие от того, в истории, являются принципиально не в различимых. То есть они что, ошибаются? Полюб索ург, за применение forever. В пространстве. Этот Миколия Михайлович тоже в хорошей. Однако этоään одновременно не центрировали. Они переменятся и будут вместе. Можно назвать это пространством. Они мысли Singare в pajamas. Можете называть это пространством. Я не скажу, про то есть у них… Скажем, два одинаковых... Два одинаковых, абсолютно одинаковых, яблоко, нельзя. Ниже с вашей стойки, да? А два, почему-то, абсолютно одинаковых лифтона можно. Правда, при этом они должны быть пространственно различными. Может быть, дело в том, что не гражданам сеть, а может быть, дело в том, что их просто не ненавидно смысят. То есть, denying то, значит один, один и другой... Докально идите, две одинаковые, знаете ли еще. Два одинаковых можно, если известно... Этот переход завидит основное, отказывается, что они рады. Просто перекрыли, пос Belize, уже одинаковый премьер. То есть чисто теория множества. Теория множества тоже запрещена мыслить. Помните наш замечательный пример про количество элементов букв в слое слова? Нет, я же бы... Слово вводим пять букв, но на самом деле множество содержит всего четыре элемента, потому что О встречается два же. Поэтому в теории множества это один и тот же элемент. То есть в теории множество, множество элементов могут быть только различные элементы. Могут два одинаковых. Понимаете, да? Я понимаю, я... Вы это же и говорите, да? Нет, в прошлый раз вы говорили, что в слое слова опять пять элементов, да. А, забыл, что тут фишка. Угу. Эээ... 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 Ээ... Эээ... Эээ... Ээ... Эээ... Эээ... то мысль, удерживая эту границу, первоначальнюю границу целого, это как-то двухчастное определение. Сначала мысль определяет тебя причиной этой совместности, а затем, сохраняя это определение, сохраняя определение целого, мысль переходит к частям, и мысль дает так, как только и можно их мыслить. То есть мысль, переходя от одной части к другу. Удерживая целое, это двухчастное определение. Двухчастное определение. Части разные. Двухчастное определение, когда мы с ними переходя от одной части к другу. Тогда они разные. Они разные. Да. Вот они разные, в том смысле. Совершательно. Нет. Формально. Совершенно формально. Формально. Хорошо. Они формально разные. То есть, когда мы попытаемся помыслить целое в качестве двух морковок, мы можем мыслить каждую морковку как формальные разные части одного салона. Если морковка абсолютно одинаковая, конечно. И в слове слова мы пытаемся мыслить О, буковку О, как О штрих. Это один способом написать из четырёх букв в это. Ж, Ж, О и П составить, П, А составить слово ВЕЧНОСТЬ, на соответствии с тем, что мы О штрихуем. Давайте сначала поймём, в чём смысл построения. Значит, мысль сознаёт себя причиной чё. Это значит, что совершается двусоставное определение. Первый шаг этого определения – мысль фиксирует себя как причину совместности, как причину целого. И второй шаг в чём мы представляем? В том, что мысль, удерживая это определение целого, то есть удерживая себя как причину совместности, переходит к мышлению частей тем способом, каким это только его можно, а то есть переходя от одной части к другу. Это два шага одного определения. Два шага одного определения. То есть определение имеет вид определения определения. То есть даётся одно определение и, удерживая его, мы переходим к другому определению. То есть более конкретному. Здесь мы имеем совместность частей. Но это мыслимо лишь как первый шаг движения. Если мы на него остановимся, то мы получим что? Чтобы мы мыслим совместно с одинаковыми частей, то есть вообще ничего не будет. Поэтому первый шаг не имеет никакого смысла без второго шага. Первым шагом мы устанавливаем совместность одинаковых частей. Но обязательно второй шаг, когда мы различия этих одинаковых частей доказываем тем, что двигаемся от части к части. Нет, потому что счёт всегда в одну сторону. А здесь мы имеем возможность входить куда позже. То есть вы как-то перебирали части. Части существуют тем способом, чтобы вы их перебирали. А удерживать себя как причину общности нужно обязательно? Да. Иначе мы уверены или нет. Надо удерживать совместность. Конечно. Иначе тоже ничего не надо. Причина означает осознавать себя как причину целого, а это означает удерживать себя как основание общества в своих частях? Да. А когда мы переходим к второму шагу определения, начинаем перебирать части или любую сторону, то мысль перестает мысль в себя причины. И здесь мысль, так как она действует в умножении и сложении, она мысль только чувствует. Себя уже как причину, она не мысль. Но первый шаг удерживает. Первый шаг при этом она удерживает. Одно и то же мысль. Сначала осознавая себя причиной, тогда перед нами целая, во всей трассе, совместность, пустая, в одинаковую форму. А во втором шаге она приходит мысль из самих шагов, уже себя не отличает от чувства. И перебирает эти части, доказывая тем самым, что они вообще существуют как части. То есть что они различны. Что они различны. Что они различны. Я не понимаю. Удержание себя в качестве целого это же не то же самое, что удерживать себя в качестве общей сочистения? Целое это же не общее сочистение? Я думаю целое это уже существит здесь, по крайней мере. Не знаю, какое-то другое сочистение существует. Просто совместность. Совместность. Устойчивость. Пополняйте только золото. Это умножение на время... Видите, я чего хочу сказать. Мы же идем не от двух морковках к двоице, а идем всегда от двоице к двоице к двоице. То есть сначала целое, а потом части. Ну они все так и получают. Ну, так а почему тогда? Почему целое это совместность частей? Почему причина определяется через следствие? Начинаем с первого, начиная с целого, приходим к частях. Да, Людмила? Целое должно быть связано, или оно зависит от целого? Ну и так это сказать. Первый шаг состоит в том, что мысль фиксирует себя как причину единства. Вот этого единства. А вторым шагом, удерживая себя в качестве причины единства, она переходит от части к части. Но при этом не оставляя мысль о единстве. Но это вопрос уверен не в этом. Он говорит о том, что в первом шаге является ли целое, асфиксируемое такое целое, когда мы создаем себя причиной, является ли оно отличным от совместности частей. Мой оценка заключается в том, что если мы к этому пришли через умножение, умножение как бы 3 сразу, 4 сразу, 5 сразу. Вот ничего, кроме совместности, частей нет. А при переходе в целом, на мой взгляд, добавляется только устойчивость. Нам не нужно теперь все время делать 4 сразу, делать 5 сразу. Не нужно, мы стоим. Наше движение теперь заключается в том, что наше определение стало двухсоставов. И все. Какие дополнения я не вижу пока. Совершенно по-прежнему нет. Ну, то есть, официально это у нас в 5 умноженное на 1? Да. Всегда. Да. Ну, не всегда. Как мы помним, Мария Михайлович говорит, что есть два понятия целого. Вот это, видимо, то понятие целого, которое равно сумме своих частей. Ну, посмотрим дальше. Я людей не вижу. Меня немножко, кстати, беспокоило. У меня, собственно, получается целое, кажется, обуменность частей. Ну, а что еще? Здесь нет. Здесь нет. Здесь, ну, что-то душа ждал. А смотрите, тогда у нас получается, что только 5 морковок бывает в целом. 6 морковок в целом. А в целом, например, морковка и яблока не бывает. У нас пока нет морковок и яблок. Значит, либо одни морковки, либо одни яблок. Да, да, да. Либо морковки и яблок. Задочная головка. Так она на морковку. Такого морковки не может. Здесь нет. Дальше уже нет такой эффект. Интересно. На морковку не бывает. С одной морковки вы два шага не делаете. С второго шага еще доказывает различие состоящих совокупностей. Но вот это различие, кстати, доказывается чем? Тем, что вы должны проходить, как бы, перебирать эти части. И только само перебирание этих частей доказывает их различие. Да, как и было всегда. Когда у нас было самое первое определение вот-вот, мы говорили, что это множество. Что они другое. Чем доказывает что-то другое? Просто одно, после другое. Сначала одно, потом другое. Это смысл различий в России. Там тоже они совершенно одинаковые. Но что-то снова вернулись к множеству. Но уже на пути все. А тут стоит, получается, похоже на оболожь. Не буквально, как Маналия, а вот именно оболожь. Ну вот, например, целый человек. Вы уже не следёшь только своим числом? Ну вот так бывает неплохо человек, что не бывает целого человека. Бывает пить морковь. Ну вот яблок. Условие морковки в миске, да? Ну и человек. Потому что у человека есть руки, ноги, голова. То есть у меня элементы различаются между собой. А здесь они будут одинаковые, а просто целый человек. И я себя сливаю, что ещё я получил. Не получил. Целый человек тоже свои частей. Она как бы слигает тебя, да? Слушайте, это, по-моему, в Платровском пармениде есть диалектика, в том числе и касающаяся частей целого. У него там, как всегда, получается равноубедительно показать, что целое равно в сумме своих частей, а в другом смысле, в каком-то неизвестном, да, оно больше в сумме своих частей. И это как вот вся эта там диалектика, она такая неверно. Это не важно, тут вопрос определения, что есть часть и что есть целое. Вот как бы равно так показывается, что целое есть сумма и что целое есть больше суммы. Ну, то есть пять на один, здесь только пять на один. А почему, вообще, одновременность – это, в принципе, самопонятный и целое? То есть, фактически, люди просто пытаются здесь выщили, как бы отдельно установить некую одновременность. Вот у нас было не более одновременность, а теперь мы достигли понимания того, что, в принципе, что-то может быть одновременно. Почему одновременность и целое? Да и почему? У нас же не устойчивые совметы частей, а целым я называю устойчивым совметы частей. Смысл этого построения в чем? В том, что это определение в определении или определение определения. Это значит, что мы даем сначала некоторую определенность. То есть даем такие определения. Какое определение? Как совместность или нет. А затем мы в этом движении конкретизируем эту совместность. Даем более конкретное определение. Сначала как бы общее, а затем как и. Это то, что впервые возникшая ситуация... И надо помнить, что исходом нас является чувственная достоверность. Чувственная достоверность. Мы теперь эту чувственную достоверность... Раньше были разные способы определения чувственной достоверности. Они были все односоставны. Не было логии конкретизации. Теперь у нас была другая ситуация. Мы это чувственное определение сначала определяем, а затем конкретизируем это определение. И получается, что наша чувственная достоверность определяется, а потом определяется более детально. Более конкретно. Как совместность, а потом как последовательность. Ну и если помнишь, что последовательность здесь такая непоследовательность. А последовательность здесь, мы перебираем часть. Мы применяем тоже снять. Мы можем от первого, от третьего, от третьего. Да. Можем любой способ. Ну как с частями мы выступаем. Часть это то, как раз, что счет идет, то идет, то идет отсюда. А части, действительно, как хочется, так и перебираем. Поскольку чувственная достоверность получила теперь двоякое определение. Сначала более общее. Сначала просто определение, а потом конкретизированное определение. Переговорим, что мы имеем ситуацию цвет-цвет. Свет-цвета. То есть, впервые в этом, благодаря этой двоякости определения, конкретизирующему смыслу определения, мы получили качество. Качество. То есть, выше, наконец, на область качества. Причем, мы еще, конечно, не знаем, что это свет или цвет. Свет и цвет. Но мы получили качество. Ну, то есть, возможно, это качество. Но, возможно, это не просто. И здесь же есть важные места, которые... Ну, по какому-то определенному качеству. Ну, фиг его не нравится. Получение качества невозможно со мной. По-дам своему нейтре, которая является. Вы понимаете, что под качеством это то, что задаёт принадлежность в целом. То, что у вас все шары одинаково белые, то это означает их качество, а не белые. Я так понимаю. Да нет, это будет внутренней границы. Нет, никакого внутренней границы. Я не знаю, почему внутренние границы. Качество это общество. То есть нет разных цветов. А есть то и то и свет, нет разных звуков. А есть звук. Аналогия здесь была сказана чёткая. Целое, которое мыслится до того, как мыслится проход по частям, это аналогия света. А проход по частям аналогия света. В этом смысле я поддерживаю Булата, что он говорит, что речь идёт о том, что качество в том, что есть внутреннее различие в целостном. Это то, что все шары белые? Нет, это не белые. Мы имеем некое качество. Морковки-то все одинаковые? И вот пока мы будем совместить, все элементы одинаковые. На первом шаге у нас все элементы одинаковые. Но мы, сохраняя этот первый шаг, конкретизируем его в переходах. И этим доказываем, что они все разные. Да, но они разные. Как разные пяти одинаковых морков. Вот они все разные. Так как разница целая, но не разная. Одна морковка не стала синей, вторая зелёная, вторая ещё такой. Они все одинаковые. Они стали разными по качеству. Мы ещё не знаем, в чём это различие. Понимаете? Мы не знаем, в чём это различие. Но мы знаем, что качество. Мы спрашиваем. Ух ты, я не вспомнил, что у нас два разных элемента не существует. Да. А сейчас то, что существуют различие, они не миллиардные. И вот эта разность существует как внутренние границы целого. В целом есть и внутренние границы. А если есть внутренние границы, значит есть различие. А если это различие, значит установлено какое-то качество. Ну, мне так казалось, что принадлежность к качеству, значит вещи обладают таким-то открытым свойством. Нет. Я в этом месте промахнулся в свои сказки. В этом месте промахнулся. Просто разные. Просто разные. И это действительно свет в свет. Но пока что мы знаем только, что есть некоторое устойчивое качество, которое конкретизирует сыр. Когда начали работать с одинаковыми морковками с одинаковыми яблоками, яблоки качественные, они станут разными. Что с ними формально не делали, они не станут разными. Морковки не станут разными. Что непонятно, но взять и аналог. Главного не может быть качество, потому что по полюсу у них было не так дальше. В одну-то границу морковку. У них может быть качество. Может. У них остальные морковки. Но качество это то, в чем морковки совпадают. Чем они различаются? Морковки, если назначение, то есть пространство. Да. Но качество их состоит в том, что они, обе морковки, качество это то, в чем они совпадают. Биллиардные шары, опять же, ты взял вот так. Они все биллиардные шары качествуют, что они белые биллиардные шары. То есть в том, что мы совпадали. Игорь, когда Вы говорите про морковки и биллиардные шары, Вы упускаете самое главное, что это определение конкретизирующее. То есть сначала у нас одинаковое. У Вас, наверное, когда мы их агрегизируем? Пять морковок никогда не станут яблоками, глушками и еще чужие. Не становится опять одинаковых морковок. Весь фокус, толстую морковки, у Вас с самого начала были одинаковые. А вместо того, у вас есть формальное усилие, вы не сделаете, что одна морковка у нее останется морковкой, вторая станет глушкой, третья останет чем плечом. Нет, они станут разными морковками. Тогда будет общее качество, а не будет морковками. Красная морковка будет в качестве. Их общее качество зафиксировано в определенности целого. Так, да. Их общее качество зафиксировано в определенности целого. Так вот, определенность целого и есть качество. Нет? Определенность целого это и есть качество. Еще нет. А в определенности целого мы еще остаемся в простой чувствительной достоверности, Мы считали простые чувства удостоверяются, мы их складывали, мы их умножали, но качества еще не было. Все, что мы складывали и умножали, это было простые чувства удостоверяются. А вот сейчас, в перекортизирующем определении, мы получили качество, не знаю, еще какое. А качество механизма это то, что они бывают разные, эти качества. И больше мы ничего пока не знаем. Но качество появилось впервые. Потому что простая чувства удостоверяются, это вопрос терминологии. Но одно дело, простая чувства удостоверяются, которую мы складывали и умножали. А здесь, как правило, дающее определение, дает нам качество. А на котором мы знаем только то, что они разные. То есть теперь покупка не разная качество. Ну, может, покупки и мешают именно в этом месте рассуждения. Я не знаю, может быть, по качеству. Ну, то есть вот эти вот части, которые раньше у нас было все равно. какова они по содержанию. Мы не рассматриваемся в отношении содержания. Теперь у нас появляется возможность мыслить их содержательно разными. Вся штука, по-моему, в этом. Морковки стали содержательно разными. Я что, я не против, что ли? Морковки стали содержательно разными. Ничего. Ну, правда, не видно здесь. А вот эти количественные духовные характеристики, а именно качественные? То, что морковки стали качественно разными. Были все время и остались. А вдруг стали качественно разными? Еще раз. Мы раньше их мыслили иначе. Поменялась формула. Правильно. Теперь мы мыслили качественно разными. Да. И что из того? Они все равно стали вот такие вот продолговатые и вот какие-то еще. Черт, подожди. До того, как мы мыслили их в качестве чистого, чувственного ввод, они не были ни продолговатыми, ни красными, ни пахнущими, никакими. Правильно. И что? Тогда все. Тогда снимается твой вокруг. Определенно целого она. Чего она стала? Вот у нас определенно целое и стало все качественным. Что я и говорю. Что? Качественные. Они стали продолговатыми красными, при этом они стоят одинаковыми. Олег Михайлович говорит, что качество ни на ума не целого, а вот там в них тут. Что морковки от себя качественно различаются. Да. Что одна синяя, вторая зеленая. Да почему синяя, зеленая? А какая еще? А какая еще? Подолговатая и... Слушай, тут давай так. Либо на уровне примеров, либо на уровне определений. Давай их не будем смешивать. На уровне определения по-моему вполне понятно, чем это отличается от того, что было раньше. Понятность наслаждает коричневие качества. Вот коричневая и низкая характеристика, да? Ну. А качество это внутреннюю характеристика. Внутреннюю. Если внутри чего-либо положено границе, то значит это наложено качество. Да. Да, поэтому одна облаковка отличается от другой качестве. Мы что здесь делаем? Мы этим определением конкретизировали простую чувственную достоверность. На первом шаге мы имеем совместность все тех же простых чувств и достоверностей, которые мы складывали на жаре. Но мы теперь это определение конкретизировали и получили разное. Разное, 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 разное. Одна была осталась красной, а вторая позвонила. Додрить твою налево, Игорь, еще раз. Если ты хочешь оставаться на уровне примера, положи перед собой две морковки. И скажи сам себе, ты что, не понимаешь, что они разные? А две буквы О, в слове слова, они разные? Безусловно. В качестве элемента, как способ абстрактно мыслить, нет. Ты пойми еще раз, ты не видишь между ними разницы только потому, что ты их мыслишь как элементы. Но если ты их будешь мыслить иначе, то у тебя появится возможность мыслить их качественно разными. Нет, опять я повторяю, эти буквы О вот эти, я их взял и положил. Они из-за того, что стали разными и появилось новое качество, которое эти буквы считали за буквы. За качественную вещь, за буквы. ОТО, ОТО вот эти, они стали что-то разные как-то. Ну еще, ну возьми ты две конкретных морковки и скажи, что они абсолютно одинаковые. Откуда получится, что у тебя морковка позеленела? Да не позеленела, она просто как морковка красная, но другая. Другая? Правильно. Другая, другая. Зеленела, значит. А чем она еще может быть? Во-во-во-во, качеством обладает целое, я про что и говорю. Качеством целое обладает. Я только про это и говорю, что качество эти обладает целое. Ну, что ли? Да, ну, качество это стало целым, вот этим всем, всем этим. До этого морковки были абстрактными морковками, один, два, три, четыре, пять, передо мной улежали. А тут остались они подолковатыми красными. Ну, ни одна из боков при этом не позеленела, что я не хочу это говорить. Хорошо. Подожди, а что изменилось от того, что ты предлагаешь мыслить качество, причину качества в том, что оно мыслится как целое? Да. А не на уровне детализации определения. Свет не будет цветом. Тогда. Нет, ты сказал так, что прямо на уровне целого уже есть качество. Да, на уровне целого. Уже есть цвет. Да. Без никакого света. Да. Хорошо. Что это меняет? Что это меняет? Ну, что-то меняет. В мышлении качества. Ну, это все меняет, Валерий Михайлович, не так? Подожди. Вот, подожди, подожди. При мышлении, при мышлении, вот так вот в два шага, как ты догадаешь, Валерий Михайлович, ты говоришь, что получить качественно различные морковки, это означает, что одна морковка красная, другая зеленая. Если по-двоему получать качественное определение, то как различаются морковки качества? Никак не различаются. Возникает качество как таковое. Качество, которое определяет целое. А, я помню. Да. Да, да, да. Да, 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 да. Я, конечно, начинаю понимать. То есть, некоторое такое качество как таковое, но не в чувственной форме. Да, конечно, конечно. Морковки не зеленеют от этого, а все становятся морковками, вот как качественно. Качественная морковка. Да, да, да. Стали морковками, да. Принадлежность определяется к множеству вот этих самых продолговатых и красненьких. Да, но это различие внутри себя, оно положено в огне. У него единственный способ быть положенным в огне. То есть, быть общностью всего всех морковок. И, конечно, надо с самого начала отказаться от того, что у нас из четырех красивых буквы складывается слово ВЕЧНОСТЬ. Я морковки делал за морковку. Я морковки делал так, что если отрезки разные, то ясно, что они разные по длине. Первый шанс заключается в том, что мы видим их различия по длине, но не знаю, каково именно это различие. И можно встретить отрезок, который длиннее второго. Чтобы учли климам, сказать, что этот длиннее вот настолько, а этот длиннее вот настолько. Я пропустил. Можно считать их отрезками, можно видеть их отрезками, но сознавать и видеть только то, что они разные. Не сознавая и не видя, в чем именно они разные. Они отрезки, да, но они просто разные отрезки, не по длине. Так у них ни черного, ни клин и нет. Ну, можно, да, согласен. Ни клин и нет. Два цвета, они именно цвета. Мы знаем, что они... Я вижу и понимаю, что они просто разные. Не знаю, в каком смысле. Я еще не понимаю, что они разные, потому что они не клин и клин и клин. Я просто вижу два разных цвета. Так же, как просто два... Это не цвет и звук, это именно цвета. Ну, так тогда это у вас получается, что вы... У вас не две морковки, а морковка и яблоко. И вы думаете, чем они отличаются? Нет, нет. Морковка и яблоко, я их я сравнивал отрезок. Да, да. То же самое. Нет никакой разницы. Смотрите, нет никакой разницы, что это получается. Когда у вас морковка и яблоко, они тоже разные, но непонятно почему. Как и два разных отрезка. То, что у вас в пространстве задачка становится двухмерной, еще цвет добавляется, ничего не меняется. Ведь у вас изначально 5 умножить на 1. 5 умножить на 1. И вы от этой детской болезни никуда не идете. Ну, детская болезнь, потому что эта картинка из нее болезнется. Да. У вас 5 умножить на 1, ну, к сожалению, в чем корень-то? А в чем это да? В том, что отрезки с самого начала одинаковые. Их просто 5. Ну, и все. Чего здесь плохого? Ну, это же то, что они одинаковые. А как же в дизайнце? Да, в цену. Понимаешь, да, разницу? То, что они одинаковые. Два даже отрезка, они у тебя изначально одинаковые. Вот в чем прикол. Они стоят раз у тебя одинаковые. Тогда ты качество получаешь длину. Это будет длина, качество двух одинаковых отрезков. Вот в чем прикол. Изначально у вас 2 умножить на 1. Два одинаковых отрезка. Два одинаковых отрезка образует некое множество. Непонятно, по какому принципу оно создано. Я говорю, что когда мы приходим к качеству, мы понимаем длину как таковую. Это будет длина двух одинаковых отрезков. Из этого у вас отрезки, они станут длинными, то есть будут иметь параметр длину, но при этом они останутся одинаковыми. Вот мои морковки. Одна не станет больше другого. А делается это из чего? Потому что у вас первоначальная ситуация выросла из ситуации 2 умножить на 1. Не 5 метров плюс 7 метров, а 2 умножить на 1. Эти два абсолютно одинаковые. Два абсолютно одинаковых удары у вас лежат. Вначале. Вот отсюда и вот эта ситуация качества. То есть у нас качества длины возникали до длинности, до их различных размеров. Размеров здесь нету, но нету различия размеров. В том-то и дело, что морковки одинаковые, яблоки одинаковые. Ты хочешь сказать, что 2 то же самое, что 3? Нет. А что ты тогда говоришь? А почему? Для нашего рассмотрения можно и 3 взять, и 5, и 6. Самое главное одинаковые. Я понимаю. Самое главное, что 5 нужно 1. Смотри. Чтобы далеко не ходить до этого измышления целого, предшествующее движение – это умножение. Переход же происходит не от 1 к 2, от 2 к 3 и так далее, а от дважды 1 к трижды 1, четырежды 1. И если говорить об этом в качестве вот такого, что, допустим, дважды 1 – это два отрезка одинаковых, трижды 1 – это три отрезка одинаковых, но разница-то между не одним отрезком одинаковым и другим одинаковым, а между двумя отрезками или тремя отрезками. И три отрезка больше, чем два отрезка. Я-то считаю, что берется ситуация 2 умножить на 1 сама по себе и 3 умножить на 1 сама по себе. Нет, не так? Нет, там же переход от дважды 1, трижды 1, четырежды 1. Это в умножении. А берется это в качестве целого 2 умножить на 1 или 5 умножить на 1? Какое-то качество целого, да. Ну, так при чем тогда сравнение 5-1 или 6-1? Нет никакого сравнения. Либо 5-1 рассматривается, либо 6 умножить на 1. 1-2 рассматривается. Давайте еще 4 умножить. Значит, первым шагом этого определения устанавливается совместность одинаковых частиц. Да, одинаковых. Одинаковых, совершенно одинаковых. Мы по-прежнему остаемся в ситуации простой, чутной настоятельности. Вот четыре совершенно одинаковых, простых, чутных состояга. Вторым шагом этого конфликта происходит конфликтизация. Конфликтизация происходит те, что мы перебираем части, и результатом является простое различие. Ничего, кроме того, что они разные, нет. Нет даже сознания, в каком смысле они разные. Это тоже очень важно. Мы имеем 4 отрезка. Мы мысли в различие, не мысли в чем это... Да, да. То есть, отрезки сами при себе у нас, поскольку с самого начала, они были одинаковые, они под ними одинаковые. Теперь мы говорим, что они разные, что буквы, слово «у» — это пример. Не под ними. Мы не знаем почему. Не знаем. Хорошо, мы не знаем. Просто какое-то различие. Вот что-то вам перед нами, четыре каких-то примета лежат. Мы говорим, что они теперь разные. Это даже можно понять, потому что все различие между ними удерживается только тем способом, что мысль проходит часть за частью. Да. Или там скакча между частями, не важно. Но только движение, высли, перехода от части к части делает их различными. Вот. А дальше следующий шаг, который вы делаете. Вы говорите, что это различие между ними удерживается в качестве чего-то объективного. И является качеством. А я говорю, что удерживается в качестве объективного не их различие, а их единство. Это и есть качество их. Вы не видели качество? Качество целого. Качество целого, конечно, да. Качество целого. Поэтому у вас бы получается различие отрезков, то есть отрезки были непонятно какие, а тут один стал длиннее, а второй короче. А у меня получается понятие качественной длинности, как качество. Которое объединяет все четыре отрезка. Ну, хорошо. Вот так вот. Когда я говорю, то о чем я думаю, что происходит? Как о чем? Как о чем? Как о чем? Как о чем? Почему цвет и цвет? Нет. Ну, Игорь, это по другому. Цвет и цвет. Никакого цвета нет. Вот сделайте. То, что у нас там что-то лежит, то есть как бы вот эти самые морковки там лежит, по крайней мере в том, что они были одинаковые. И тут проблема у вас в отрезке, что они были. На самом деле, мы уже знаем, что они одинаковые четыре было на один. Они три на полтора и плюс еще половина. Да. 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 Ну, вы видите, что качество относится не к отдельным вот этим частям. А к всему целому? Это к всему целому. А берется оно из хорошего, что эта часть не отличается, друг другу и справляется. Это странно. Мы назовем это светом или просто светом, а то еще нет различий самых простых. Ну, свет. Какая же разница? Свет и есть. Свет без простых различий. А цвета – это тоже самый свет, но с простыми различиями. Какую пробку? Мы всегда назвали не светом, а светом. Если он один единственный. Да. Света без простых различий. Света без простых. Света без простых. И там у вас тоже цвет. Он из этого не знает этот свет. Я не вижу разницу. Ну ладно, можно оставить. У нас действительно не вижу разницу. Взять один единственный цвет или назвать его светом или светом. Называется цветом. Но это не дело. Есть один цвет. Давай же так это говорить. Это же дело. Мы понимаем, что их различия. Качественные, конечно, на целые. Они остаются внутри. Но не в каждом из них. Поэтому мы можем мыслить. Четыре абсолютно одинаковых электронов. Можем мы их мыслить. Они у вас не становятся разными окрашенными. Вот в чем фокус. А у вас становятся не окрашенные. У вас хопа, балц такой. Фокус делали, все четыре отрезка стали различной длины. Нет. Различной длины. Игорь. По какому со стык, что они остались одинаковые? Конечно. Они остались одинаковые. Но Олег Михайлович разный что? Нет. Да нет. Я же говорю, что вы не отзываете на нем в чем разница? Вот еще раз. Ты вечно сразу перескакиваешь от определения к конкретному примеру. Если разные, значит разного цвета. Если разные, значит сразу они стали разной длины. Они просто разные. Ну сказано уже даже я понял. Они не разные, но и в смысле длины. Не в смысле длины. Не в смысле длины. Вот. А потом мы приходим на качество определенности. Я плохо не знаю. Я не знаю. Они становятся не разными, а одинаковыми. Они становятся одинаковыми. И уже в смысле длины. Морковки были просто четыре разные, а потом стали они морковками, то есть продолговатыми и красными, но одинаковыми. Качество это то, что их объединяет, а не то, что их различает. Ну а одинаковыми цветами длины мы еще посмотрим. А диаметизм, а прикол в этом заключается. Я, например, здесь пронесел свои сказки. Я правильно сказал, что если отрезки разные, значит они разные по длине, потому что действительно их ничего нет. Я так хоть подумал и так написал. И я только сейчас допер, что может быть они остаются отрезками, потому что они разные, а что они разные по то, что в длине мы этого не знаем. Нам до этого еще раз дозвезд. Мы просто знаем, что они разные. Мы берем два цвета и знаем, что они просто разные. А то, что они разные, темнее и светлее, мы этого не знаем. Еще. Эту стадию я проскочил, скажу. А сейчас я ее... И это из этого наследия как устроили. Мы получим ни цвета, ни разное отрезка. Получим абсолютно идентичные четыре лихтона. Почему здесь лихтона? Потому что они принципиально неразначимы. Но они будут разные. Тот другой лихтон, чем этот. Но они при этом абсолютно идентичны. Поэтому качество будет неразличие внутреннее между собой. Ни одного лихтона другого. А лихтонность как таковая. Ну хорошо. Хорошо. Я согласен. Пусть это будет действительно один и тот же цвет. Теперь он кадрифизирован в простую разность цветов. У меня того появилось предположение, почему Игорь сильно протестует. Может быть потому, что ты понимаешь дело так, что качество возникает только на втором шаге. Но штука же в том, что здесь происходят эти два шага, они обязательно связаны. Это нечто целостное. Шаг один и шаг два. Это определение в определении. Поэтому сказать, кто здесь главный виновник возникновения качества, может быть даже и не криво. Шаг один или шаг второй. Просто все равно это одно действие. Просто оно так вот сложно в себе организовывать. Неважный результат. Неважный результат, что из такого рода построения различные цвета не разводятся. Да. Неважный построение, просто простая разность. Различные цвета тоже не обладают. Различные цвета это уже понимание того, в чем разводится. Да, конечно. А тогда давайте вернемся к моему вопросу о том, что может быть это всего лишь возможность качества. Но это еще не само качество. Где? Ну вот все это определение в определении дает нам лишь возможность качества, но не качество. Потому что качество уже должно быть каким-то определенным. А здесь оно, так сказать, лишь... Наверное, так можно сказать. Но так будет просто лучше технологически. Какое-то подобное. Важно, для меня пока не было важно вот эту... Уловить эту старшифру, которую я сделал в Москве. Значительно более дробно получается. У меня один шаг тут разный. А теперь второй шаг вот один, в чем именно различие заключается. Да фиг. Первый шаг просто ничто. Два отрезка, они просто разные. А мы не знаем, в чем они разные. На третьем шаге мы только понимаем, в чем заключается различие. А на четвертом шаге мы понимаем, каково оно. То есть два раза, три раза, четыре раза. Вместо... целый шаг добавляется. Или два. А еще древнее это просто понимание того, в чем различие состоит. А насколько древнее, это еще один шаг. Это располагает еще одну логическую действию. У меня там такой обувочек получается. Вместо ханж-ханж-ханж-ханж-ханж-ханж-ханж. Здесь мы имеем, на каждом случае призывайте бы, возможности и качество. Простое различие элементов. Без понимания еще раз того, в чем именно это различие заключается. Но этим ходом мы добились главного, мы добились простого различия. Они у нас были одинаковые. И поэтому нужно было за первым шагом делать второй шаг. Вторым шагом мы получили простое различие, и этого достаточно, чтобы вернуться к устойчивому целому и больше уже не перебирать черт. Они и так же доказаны их различия. Не важно, что мы ничего не знаем, в чем оно заключается. Мы доказали их различие, поэтому мы уже вернулись к исходному положению. Второй компетендирующий шаг уже не подлинный. Вот мы имеем, мы удерживаем мысль, которая сознает себя причиной целого, состоящего из разных частей. Это второе целое, как я обещал, всего подобного. Это второе целое, которое уже вполне длинное. Это действительно сознание формы мысли себя как причины, чувственного целого, которое представляет собой не что иное, как совместность разных частей. Это устойчивая картина, которая не требует отказываться рефлексий, не требует амплитизации, а имеется как некая цель. Если это возможное качество, то из этого не следует, что это возможное целое, а нормальное целое, состоящее из просто различных совместных существующих частей. вот здесь, если мы, поскольку мы уже не отказываемся от рефлексии вносить на себя, то мы можем, разумеется, увеличивать это целое и уменьшать это целое. мы можем уменьшать его до одного, до одного элемента. Но когда один элемент, потому что сохраняется рефлексия, один элемент будет ничем не менее как целый, состоящим из одного элемента. это простая граница качеств. И движение первое заключается в том, что мы от большего целого переходим к меньшему целому, вплоть до одного, или от меньшего целого переходим к большему целому. То есть конструируем. а уже в этом движении, приходя от двух к трем, мы получаем понимание того, в чем различие состоит. когда мы берем два отрезка, мы знаем просто, что они различные, когда берем три, мы понимаем, я не говорю подробно, потому что это по-различке написано. Добавляем все другие. Переходя от целого двух частного к целому трех частному, мы получаем понимание, в чем различие качеств заключается. Например, одно темнее, другое светлее. длиннее, а третье еще длиннее. Одно такое, другое длиннее, а третье еще длиннее. То есть понятие «длиннее» и понятие «длиннее» совпадают. Понятие «светлее» и «светлее» возникает одновременно. Это было два целых. Одно целое, теперь второй целое. Теперь начинаются новые движения. Первый шаг заключается в том, что мы понимаем, в чем различие заключается. А следующий шаг, уже не сегодня, мы понимаем, насколько больше. На первом шаге мы просто, переходя от двух в трем, понимаем, что разница в том, что это светлее, а это еще светлее. А следующий шаг, надо будет понимать, насколько светлее или длиннее. Все-таки это светлее, да? Ну, цвета все-таки это светлее, сильнее. А как? Нет, когда мы понимаем, насколько, в чем разница стоит. Но когда мы понимаем, в чем разница, человек появляется, пара, бык. Если я понимаю, в чем различие двух отрезков, то получается появляется длиннее. А если мы понимаем, в чем одинаково стоит? А это интересный мой шаг, я не хотел это оценить, но вполне вполне вполне. А если мы уже поняли, то это различие все-таки, поняли, что такое длинное, то теперь мы добавляем на какую-то отрезку. А если мы на основном искусстве поняли, что такое длинное? Вот это, да, такого пода я не знаю. Может быть, тут есть. Три одинаковые, как из них, в случае длину, я не знаю. Может, где-то как-то можно, но я не знаю. А у нас только одинаково нет? Нет, не умею. Да. Поэтому только и так, и одинаково и получается, на высшем счету. Терпи. Ну, а угли? Потому что у нас начало, с самого начала, было одинаковое на террористике, но нигде откуда было эти разные. Их же не было разного. Были одинаковые. Но вот они разными становятся. Потому что мы кошки, мы кошкой не змеи. Сколько мы формально выражнялись, так кошка не змеи. Вы хотите сказать, что у нас было две одинаковые морковки, а одна из них стала бледно-красная, а вторая стала просто классная, а третья совсем красная. Но вот такого не бывает. Промарковки изначально были одинаковые. Как электроны. Электроны из того, что мы еще там не сделаем, они никогда не станут у нас различными. Не изначально, а одинаковые. И их качество электроны. И сейчас не может. И сейчас не может. И сейчас не может. И сейчас не может. Мы работаем на электронах. На электронах, на протонах. На тех вещах, которые принципиально в нашем тишине разными не становятся. Один электрон не стал больше другого. Не стал краснее. Никакой друг. Таким и остался. Другой металлический. Ну вот есть пример же в микромире. Где большому количеству эффектов приводит именно их принципиальная неотличимость друг от друга. Необычайное количество. Потому что по морковке еще можно говорить, а мы присмотрелись одна краснее другого типа того что. С электронами такой фокус не приходит. Сколько не присматриваешься, он не краснее другого. Поэтому я на физику перешел. Что по крайней мере есть точный объект. А определение под нём не точный объект? Какое? Вот. Любое из тех определений, которые сменяют одно и другое состояние Олега Михайловича, они не являются точными. Но они же все формальны. Ну, поэтому регулярно язык больше не становится. Маковка не становится красной. Какая разница? Электрон, например, что? Электрон какой-то более смачный и не такой формальный? Да, да, да. Вот электрон именно смачный. Потому что всегда в нормальном мире можно сказать, что если мы захотим, мы эти морковки просто понумеруют. Напишем на одном одине, на другом два. Или там за лобку поставим или что-нибудь ещё. И одна будет раскраснеть другого. Вот с электронами как раз почему они хороши? Потому что такой фокус не проходит. Они принципиально неразличны. Слушай, они принципиально разные. Это происходит ситуация. Да. При этом они разные электроны. Они принципиально неразличимы. Но при этом они принципиально разные. Потому что такое качество, как электрон, существует. В общем, я одно это не могу понять. Почему смена одного определения на другое для тебя представляется неудовлетворительно? Потому что она приводит к тому, что у тебя морковкой смены нет. Я уже не снял. Такого быть не должно. Морковка не... И отрезок не становится ни другого. Определение... Новое определение дает возможность помочь... Морковке поселите? Нет, так не бывает. 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 Что у тебя... Потому что Михалыч так бывает. А в мире так не бывает. Нет. Я не понимаю. То есть вот смотри. Вот эта зеленая стена и вот эта зеленая стена одинаковая. Да. А ты посмотри на нее. А это разные зеленые стены. Вот так тому электроны и нужны. Даже очень хорошо различное зрение. Не могло бы их различить. Вот Олег Николаевич так бывает. А давайте мы на них посмотрим. Так вот эта зеленая стена не той. Нет. Нет. Ну, я прям даже не понимаю. А для того, чтобы дальше двигаться нам нужна еще третья стена вот обязательно. Она будет еще зеленее. Но в мире так не бывает. Вот как бы я... Игорь, вот понимаешь, по-моему, по-моему, ты все-таки смешиваешь. Ты критикуешь определение, приводя пример. А пример ты критикуешь, приводя определение. По-моему, определение должно сталкиваться с определением. Я и с определением уже и проговорил. Даже проговорил. Только на кладбище я провожу примеры. Можно еще раз. Можно сделать так. И качать. Когда мы говорили о лобовке. Мы не могли раз ничего видеть. Хотя мы считали морковки, яблоки и как-то. Хотя мы не знаем, что ли разы считать. Какой для нас это было просто у себя одно. А теперь, когда внутри целого разы было различие, мы и умели на самом деле, что считали не морковки, а не морковки. А морковки и яблоки. Ну, на самом деле, вот это не так. Потому что с самого начала мы считали одни морковки. Какое направление на морковки? Ну, мы считали на попрыганье морковки. У нас 5-1. А вот и начали. Ты не помогаешь. Дарья Михайлович так предлагает. У него 5 умножить было на 1. Аминь. 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 Ух. surge вый. Я искал.